Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Достаточно, мисс Стилмонд... Надо его вытащить... Немедленно... Хорошо, Дезмонд... Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас, что вы сделали со мной. У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны? Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Ах, что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания событий прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Обучение. Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, Объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к Анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Прекрасно. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы. А в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке. Хорошо. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Прекрасно. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Ох! 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 Черт! Где этот проклятый язычник, который сделал это? Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный. А цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Ассасин! Убейте его! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Думаешь, сможешь меня одолеть? Ты не сможешь прятаться ве... Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались. Но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Верно. Тебе стоит спрятаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok